Привет! Вы на канале Аэропортал. 2023 год подходит к концу, и по событиям в отечественной авиации он получился достаточно насыщенным. В этом ролике мы подведём итоги этого года, связанные с главными потенциальными отечественными самолётами. MS-21, Tu-214, SJ-100, IL-96400M, IL-114300. И посмотрим, насколько данные проекты продвинулись за этот год. Перед тем, как мы начнём, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром с не менее интересным контентом про гражданскую авиацию. Ссылку вы найдёте в описании. А теперь постигните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнём с единственного из этого списка дальнемагистрального самолёта, IL-96400M. Напомню, что IL-96400M — это модернизированная версия IL-96300. Его разработка началась ещё в 2017 году. Его первый образец по изначальному плану должен был быть готов к 2019 году, а в следующем году в планах было начало его серийного производства. Однако, из-за возникших сложностей с его проектированием, первый полёт был перенесён на 2021 год, а серийное производство — на 2025 год. Позднее, в октябре 2021 года, поступила информация, что первый экземпляр обновлённого IL-96 находится в цехе окончательной сборки, и его первый полёт состоится в 2023 году. И в этом году, 1 ноября, тот самый первый полёт успешно состоялся, что стало без сомнения чуть ли не главным событием отечественной авиации этого года. Что касается серийного производства, здесь позиция осталась прежней с 2022 года, с момента утверждения программы развития авиатранспортной отрасли, куда данный самолёт не попал. И в этом году планы на этот самолёт были определены. Согласно информации от главы Минпромторга, датируемая в день полёта опытного образца, самолёт предназначен прежде всего для замены IL-96-300 в СЛО «Россия», и об его эксплуатации в сфере пассажирских перевозок речи в ближайшие годы идти не будет. Подводя общий итог по этому самолёту, можно смело сказать, что за счёт своего первого полёта в этом году был совершён прорыв, не только в рамках этого проекта, но и в рамках отечественной авиации в целом. Более подробно о БЛ-96-400М я рассказывал в отдельном ролике. Ссылка на него в подсказке на экране и в описании. Переходим к следующему самолёту из нашего списка – Ту-214. Напомню, что это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, который было принято вернуть в строй в качестве промежуточного варианта, пока не будет налажено полностью серийное производство МС-21, поскольку для его производства, как полагалось изначально, уже практически всё готово. Это было задокументировано в сентябре 2022 года, когда ОАК и Аэрофлот подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года на сумму свыше 1 трлн рублей. В это соглашение вошли 210 самолётов МС-21, почти 90 новых суперджетов и 40 самолётов Ту-214. А в марте того же года, согласно заявлению главы Роскосмоса, предполагалось практически полное импортозамещение Ту-214 к концу 2022 года. А выпуск первых самолётов для коммерческой эксплуатации должен был состояться в этом году. В итоге, летом этого года было озвучено, что в планах до конца 2024 года будет произведено полное импортозамещение на отечественные комплектующие и материалы. А в декабре было заявлено, что госкорпорация Ростех не смогла построить три самолёта Ту-214 до конца 2023 года в рамках комплексной программы развития авиаотрасли. И что в этом году будет передан только один самолёт заказчику, но не авиакомпании. Предполагается, что данный борт будет передан СЛО «Россия» или МЧС. Также в Ростехе заявляли, что есть планы с 2026 года начать испытания версии самолёта с кабиной на двух членов экипажа, на чём настаивал главный потенциальный заказчик Аэрофлот. В то же время, от Ту-214 варианта с тремя членами экипажа Ростех пока отказываться не планирует, поскольку, цитата, «такие самолёты будут востребованы у спецзаказчиков», считают в Ростехе. Компания запланировала поставку нескольких десятков таких лайнеров до конца 2026 года. Подводя итог по данному самолёту за этот год, можно сделать вывод, что самолёт пока ещё находится в процессе импортозамещения, и всё-таки предполагается выпуск одного экземпляра, что является прогрессом по данному проекту. Переходим к региональному самолёту SJ-100. Напомню, что этот самолёт является импортозамещённой версией сухого Суперджета 100, над которой ведётся работа ещё с 2018 года. Пожалуй, главной новостью этого года про этот самолёт является его испытательный полёт, который состоялся в августе этого года, хоть и на франко-российских двигателях. Также в этом году был проведён ребрендинг, в ходе которого самолёт получил своё новое название, которое используется по сей день. И недавно в пресс-службе ЦАГе заявили о завершении очередного этапа испытаний модели импортозамещённого SJ-100. Уже с двигателями отечественного производства ПД-8 в большой дозвуковой трубе малых скоростей. По этому самолёту можно подвести такой итог. Прогресс определённо имеется. Проведённый испытательный полёт и продолжение работ по импортозамещению является тому подтверждением. Переходим к ещё одному региональному самолёту Ил-114-300. Напомню, Ил-114-300 – это региональный пассажирский турбовинтовой самолёт, вмещающий до 68 пассажиров, который предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолёта Ил-114. И в этом году поступила информация, что ОАГ не сможет выполнить в срок контракт на поставку первых региональных самолётов Ил-114, который ещё в 2016 году было поручено создать президентом РФ. Одной из причин, по официальной информации, является расследование аварии военно-транспортного Ил-112В, на котором установлен аналогичный мотор. Представитель ОАГ подтвердил перенос срока выполнения контракта, однако уточнения о том, как именно будет скорректирован договор, нет. Цитата. «По выполнению действующего соглашения мы находимся в тесном взаимодействии с заказчиком». Конец цитаты. При этом сейчас на авиазаводе в Луховицах находятся уже два изготовленных опытных самолёта Ил-114-300. Представитель ОАГ про них сказал следующее. «Первый из них начнёт лётные испытания после получения соответствующих разрешений». Конец цитаты. В то же время завод продолжает сборку первых серийных машин. Как отмечает представитель ОАГ, спрос на Ил-114-300 определён на годы вперёд. Комплексные программы развития авиатранспортной отрасли, утверждённой правительством летом 2022 года. Подводя итог по данному самолёту, за этот год произошёл сдвиг плановых сроков, причём конкретной даты этого переноса нет. То есть на данный момент проект находится в подвешенном состоянии, даже несмотря на готовые опытные образцы и на продолжающийся процесс сборки первых машин. И вишенкой на торте в этом выпуске является МС-21. Напомню, МС-21 – это российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Разрабатывается совместно корпорацией Яковлев и её подразделением ОКБ Яковлева. По заявлению генерального директора госкорпорации Яковлев, на данный момент в производстве находятся 18 самолётов МС-21 в разные стадии готовности. Шесть из них должны отправиться в авиационный парк Аэрофлота, остальные 12 – в дочернее предприятие Аэрофлота России. И пять из них уже находятся в финальной стадии производства, а именно идёт процесс по установке отечественных систем и агрегатов с параллельным процессом сертификации. И по плану предполагается, что уже в следующем году первые шесть самолётов будут переданы группе Аэрофлот, а оставшиеся 12 будут переданы до конца 2025 года. Подводя итог по этому самолёту, можно сказать, что за этот год именно этот проект максимально приблизился к серийному производству. И именно у МС-21 на данный момент больше всего шансов начать выполнять полёты в рядах коммерческих авиаперевозчиков уже в следующем году. Более подробно о МС-21 я рассказывал в отдельном ролике. Ссылка на него в описании и в подсказке на экране. Подведём общий итог. Несмотря на многочисленные сложности, с которыми столкнулась отечественная авиация за этот год по всем перспективным моделям, наблюдается серьёзный прогресс, и потенциал на следующий год также имеется. Как, по вашему мнению, прошёл этот год для отечественной гражданской авиации? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу в ВК по ссылке в описании. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok